Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска в студии Елена Морданшина. Смотрите сегодня. Обсудим здесь и сейчас. Предприниматели могут решить важные вопросы без очередей. Все в одном месте. Можно получить всю необходимую информацию и вопросы на месте все разрешить, если они возникают. Бесплатные велосипеды пенсионерам, клубам активного долголетия, преподнесли полезный подарок. Мы очень благодарны, что нам оказывают такую помощь. Очень рады. Спасибо большое. Покорили столицу. На фестивале «Наше время» без Нензаман Альметьевцы заняли сразу несколько призовых мест. Глубоко убежден, что у фестивального движения прекрасные перспективы. Снижение административных барьеров с целью эффективного развития малого и среднего бизнеса и просто беседы в непринужденной обстановке с экспертами. В каворкинг-центре территория роста прошла встреча альметьевских предпринимателей с представителями из полкома района, руководителями служб и ведомств. Подробнее в материале нашего корреспондента. Все в одном месте. Можно получить всю необходимую информацию и вопросы на месте все разрешить, если они возникают. 13 экспертов в разных сферах деятельности собрались в каворкинг-центре, чтобы выслушать все вопросы и предложения, накопившиеся у предпринимателей малого и среднего бизнеса. Начинающие и уже состоявшиеся предприниматели смогли обсудить со специалистами важные для бизнеса вопросы. Мы же делали торги, не что-то назад. На основной площадке мы же делали торги. Есть ли там возможность на какие-то объекты? Да, просто пролонгировать. А как вы должны идти? Они у вас тут пускали? Нет, не все. Не штрафовать, а предупреждать и разъяснять. Именно такие слова звучали на бизнес-встрече. Главная задача экспертов – дать предпринимателям максимум полезной информации. Я с этим постоянно сталкиваюсь. Приходят ко мне предприниматели, я понимаю, что в первую очередь хочется его обучить, дать какие-то азы современные, понятные. Подобные встречи с предпринимателем стали уже традиционными. Это восьмая по счету. Но жизнь стоит на месте, ставят новые вопросы. И отвечать на них помогают специалисты в самых разных областях. Мой бухгалтер, оказывается, до меня доносил недостоверную информацию. Я узнал сейчас, что это из уст налоговой инспекции. Сейчас, соответственно, у меня есть над чем работать. Форматы, скажем, вот этого общения, они, соответственно, позволили в том числе услышать проблемы бизнеса и уже внутри перестроить работу, внутри своей инспекции. Налоговая служба – одна из ведомств, к которому у бизнеса всегда много вопросов. Очередь из желающих пообщаться с начальником Альметьевской налоговой инспекции не иссякала на всем протяжении встречи. Предприятие знает, боится деньги перечислить кому-то. О том-то, о том-то. Пожалуйста, зайди на интернет, на сайт ФНС, все, пожалуйста, любую информацию там получит. То есть там минимальная информация будет. Проверят, есть ли такой общий предприятие. Развивать свой бизнес – очень непростое дело. И на стадии организации во время дальнейшей работы у предпринимателей возникает масса сложностей и вопросов. Вхождение по инстанциям отнимает много времени. А на таких встречах большая часть проблем решается здесь и сейчас. А кроме того, налаживается связь между бизнесом и властью. Создаются механизмы воздействия. Зарина Нарулина, Евгений Макетрук, Альберт Батюня, Альметьевск ТВ. Хороший подарок для активного отдыха и поддержания здоровья получили альметьевские пенсионеры. Велосипеды для клубов здорового образа жизни закупила компания «Татнефть». Теперь кататься смогут и те пожилые люди, кому не по карману покупка или прокат двухколесного транспорта. Вручение подарка состоялось во время встречи в Центре реабилитации «Ветеран». Подробности в нашем сюжете. В Альметьевске и районе проживает более 47 тысяч пенсионеров. С каждым из них городской совет ветеранов старается поддерживать тесный контакт. По словам председателя совета Василия Самойлова, им помогают устраиваться на работу. Для них организуются экскурсии по городам Татарстана и посещение центра реабилитации. Альметьевские пенсионеры активно занимаются творчеством и спортом. Для них ежегодно проводится спартакиада третий возраст. Работают центры по программе «Активное долголетие». Предоставлена возможность бесплатно посещать бассейн. Если кто-то есть желающий, может кому-то это даже рекомендовано врачами, можете спокойно этим делом заниматься. Это впервые в нашей истории. Такое для пенсионеров сделано большое дело. И я думаю, мы должны с вами им воспользоваться. Василий Самойлов предложил пожилым людям принять участие еще в одном интересном начинании. По всей стране проходит добровольческая акция «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны», куда каждый может отправить фотографию военных лет. Все собранные снимки будут храниться в общей галерее. Сегодня мы с вами можем сохранить память наших родственников, родных, близких, знакомых и принять участие в данной акции. Также обсуждали несколько рабочих вопросов. Нехватку в некоторых сельских поселениях аптек и отделений банков. Вручение наградных листов, которые еще не нашли своих героев. А в завершение совещания пенсионерам вручили пять велосипедов, которые закупила для клубов в предцентре «Ветеран» компания «Татнефть». Я думаю, что наши горожане, я имею в виду наших пенсионеров, смогут без платы брать в аренду и кататься в велосипедах. Это для клубов, там, где постоянно занимаются люди фитнесом, люди занимаются, а у нас таких людей одна тысяча с лишним человек. Мы очень благодарны, что вот такое вот внимание, такое вот забота о нас проявляет. И нравится нам ходить, заниматься нравится, и такие мероприятия проводят. Мы очень благодарны, что нам оказывают такую помощь. Очень рады, спасибо большое. Велосипеды получили самые активные клубы. «Импульс возрождения», «Славянка», «Золотые сердца» и клуб «Скандинавской ходьбы». По словам Василия Самойлова, количество велосипедов будет увеличиваться. Кроме двухколесных появятся и трехколесные. Радик Рахимов, Полина Сураева, Альберт Басюни, Альметьевск ТВ. Лыжный спорт теперь станет доступнее как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. В Альметьевске завершается строительство нового лыжного модуля. Здесь можно будет взять на прокат лыжи и защитную экипировку. Когда и кто сможет воспользоваться услугами модульной базы, расскажет наш корреспондент. В этом году на территории Республики Татарстан стартовал проект по строительству модульных лыжных баз. В республике появятся 11 модулей, и один из них в Альметьевске на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Снежинка». Сейчас завершается его строительство. Сегодня планируем до конца, подрядчик планирует до конца завершить работы. Будет приемка объекта, и, соответственно, после приемки будет поставлено оснащение. Будет специальное помещение для хранения лыж, помещение для подготовки лыж, комната для переодевания, тренерская. Площадь модуля чуть более 100 квадратных метров. Его стоимость вместе с оснащением составляет более 7 миллионов рублей. Одновременно он сможет обслуживать до 30 человек, а укомплектованность с лыжами составит 100 пар. Модульная лыжная база предназначена прежде всего для воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Юность», а также для спортсменов, которые готовятся к соревнованиям. Смогут брать инвентарь на прокат и просто отдыхающие. Надо только дождаться настоящего снега. Я думаю, что если снег выпадет, допустим, как только появится лыжная трасса, будет накатана, потому что упал снег, это еще не значит, что все встали на лыж, потому что ее нужно укатать, нужно набрать определенную подушку снега. Специалисты предполагают, что лыжный модуль найдет применение и летом. Во всяком случае, лыжные трассы точно можно будет использовать. Здесь можно будет и закатать в асфальт эти трассы, то есть летом лыжи-роллеры, скейты, пожалуйста, все условия будут для жителей. Лыжи – один из самых доступных зимних видов спорта. Он доступен и детям, и взрослым. Удовольствие от лыжной прогулки получают и спортсмены-профессионалы, и те, кто выходит на лыжню 2-3 раза за сезон. Новое сооружение, уверен директор спортивной школы, появится весьма кстати. На сегодняшний день в спортивной школе в отделении лыжных спорта занимаются около 70 спортсменов. В этом нам до этого мешало, что у нас более стесненных условий мы жили. В связи с тем, что у нас появился лыжный модуль, мы думаем, мы увеличим и количество тренеров, и количество занимающихся спортом. Развитию лыжного спорта в Альметьевске уделяется большое внимание. По словам Фазилхана Гореева, лыжные трассы будут также проложены и внутри города, чтобы все желающие после работы или выходные дни смогли кататься на лыжах. Евгений Макитрук, Виталий Надымов, Альметьевск ТВ И полезная информация для мам и пап. В детской приклинике Альметьевска начал действовать колл-центр с единым номером телефона 430303. По номеру можно вызвать врача на дом, записаться на прием, уточнить график работы и задать все интересующие вопросы. К происшествиям глупой назвали недавнюю аварию в Альметьевске пользователи социальных сетей. На записи автомобильного регистратора «Лада Калина» пытается выехать налево с прилегающей территории, но не решается на маневр, даже когда его пропускает водитель авто, двигавшегося по правой стороне дороги. В определенный момент «Калина» немного сдает назад, затем снова включает задний ход, в результате чего въезжает в автомобиль, стоящий позади. В комментариях большинство пользователей обсуждает нелепость ситуации, в то время как другие предполагают, что водитель «Калина» просто забыл переключиться на первую передачу. Пишут также, что сыграл свою роль недостаточный обзор дороги. Но ни то, ни другое обстоятельство не станет смягчающим. Для водителя «Калина» прокомментировали автоинспекторы. Его вина очевидна, поэтому забота по возмещению ущерба ему придется взять на себя. К другой теме. В рамках программы культурно-образовательного проекта Академия фонда Владимира Спивакова «Дети детям» Татарстан В Альметьевске прошли мастер-классы от известных преподавателей и профессиональных музыкантов по фортепиано, вокалу, кларнету, аккордеону, скрипке, изу и хореографию. Мастер-классы проходили в музыкальном колледже, картинной галерее и дворце культуры «Невче». В эти минуты проходит торжественный концерт стипендиатов фонда, педагогов мастер-классов и творческих коллективов Альметьевска, Заинска, Нижнекамска и Нурлата. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске новостей. Команда молодежного комитета Альметьевского муниципального района заняла первое командное место в ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале работающей молодежи «Наше время без нензаман». Гала-концерт прошел в Казани, в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». В составе команды победителя был и корреспондент телекомпании «Альметьевск ТВ». Кто еще из альметьевских самодеятельных артистов участвовал в финальном конкурсе и занял призовые места в нашем следующем сюжете. В этом году в финал конкурса вышли три альметьевские команды. Команда молодежного комитета муниципального района, сборная трубного завода и команда политехнического техникума, а также две вокалистки – Светлана Малюткина и Мария Сенчугова. Обе работают на нефтяных предприятиях. Два дня продолжались финальные состязания конкурса. В них за звание лучших боролась 21 команда и солисты со всех городов и районов Татарстана. На гала-концерт жюри конкурса отобрало самые лучшие номера. В их числе оказались команда молодежного комитета Альметьевского района, которая по сумме набранных баллов заняла первое общекомандное место. Обе альметьевские вокалистки тоже стали первыми в своей номинации. Попала на гал-концерт и команда трубного завода, занявшая вторую позицию. А танцевальная группа из политехнического техникума удостоилась номинации «Хореография» третьего места. Молодежный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. И это первое место! Нефть и газодобывающее управление «Ямашнефть» Публичное акционерное общество «Татнефть» имени Шаршина, город Альметьевск. Светлана Малюткина первое место! Синчугова Мария, НГДУ Альметьевск, нефть, город Альметьевск, первое место! Поболеть за свои в Казань приехали родственники и друзья, а также делегации из Альметьевского, главе заместителем руководителя исполнительного комитета района Светланы Лаптевой. В социальных сетях альметьевских участников также отметил глава района Айрат Хайрулин. Дай нам всем страна, вновь быстрее шагать! Ежегодно в фестивале «Без нен заман» наше время принимает участие молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Команды или отдельные участники соревнуются в номинациях «Вокал соло», «Ансамбль», «Хореография», «Минуту славы», «Визитная карточка». По правилам фестиваля все участники конкурса не должны быть профессиональными артистами. Это творческое соревнование именно работающей молодежи. В этом году заявки на участие в конкурсе подали 1299 участников из 237 предприятий и организаций республики. Активно участвуя в жизни предприятий, в деятельности общественных организаций, работающая молодежь вносит свой вклад в социально-экономическое развитие Татарстана. Глубоко убежден, что у фестиваля новодвижения прекрасные перспективы. Евгений Макетрук, Альмитиск ТВ К новостям спорта. В нефтяной столице состоялось открытие 7-го чемпионата Альмитиского района по мини-футболу. Участниками стали 10 мужских команд, предприятий и организаций города и района. Подробности далее. Вот они, чемпионы прошлого сезона. Команда управления Татнефтегаз Переработка. Получится ли у них вновь завоевать кубок? Ведь их соперники не менее сильны. В этом году участников прибавилось. Новичками турниры стали команда ТМС Групп и Таграс Транссервис. Своё название «Ночная лига» чемпионат получил неспроста. Из-за того, что футболисты днём работают, команда собирается на тренировки вечером, а порой и ночью. Тренируются спортсмены на городском стадионе. У нас это было, в принципе, года три подряд. Мы играли только по ночам. То есть это в 10, в 11 вечера, в 9 вечера. Ну, так как у нас рабочий коллектив, то есть люди работают. Команда, управляющая компанией «Татбурнефть» в чемпионате участвует не первый год. Все участники – фанаты футбола. Собираются, тренируются постоянно. Мини-футбол у команды больше предпочитает большой футбол, но, к сожалению, не могут играть в него круглый год. В мини-футбол так получается, что зимой больше играем в мини-футбол, потому что у нас климат не позволяет круглый год играть в большой футбол. И поэтому зимой, то есть в холодное время года, больше играем в мини-футбол. В этот день сначала играли команды «Тагра» «Странсервис» и «Татбурнефть». А после них на поле вышли дружины трубного завода и автотранспортного предприятия «Татнефти». Ночная лига будет проходить до конца января. Матчи пройдут по круговой системе. Команды сыграют по 9 матчей. По итогам всех игр выберут победителя нового сезона. Полина Сураева, Виталий Надымов, Альметьевск ТВ. Какой будет погода завтра, расскажем далее. На очереди прогноз от синоптиков. 23 ноября в Альметьевске будет пасмурно. Температура воздуха ночью плюс один, днем плюс четыре. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. Стали очевидцем чего-то важного и интересного. У вас есть вопрос, предложение, жалобы или хорошее известие? Пишите нам по номеру, который указан на ваших экранах. Через приложение WhatsApp, Telegram или Viber. Отправляйте фото и видео. У нас на этом все. Эфир продолжит передачу Альметьевск спортивный. В новом выпуске моя коллега Полина Сураева расскажет о спорте для маленьких гонщиков. А я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова